Всем привет! Вот это видео у меня будет в формате готовки. И как видите, у меня приготовлены помытые грибы и шампиньоны. Вот эти чуть помельче, эти чуть покрупнее. Этих мало, этих побольше. Вот эти грибы я буду мариновать. Мне в комментариях писали, спрашивали рецепт, как я готовлю маринованные грибы, которые можно сразу кушать после остывания. То есть им не нужно их консервировать и ждать, пока они пропитаются. Вот, то есть быстрого употребления, так сказать. А вот эти я буду делать фаршированные, но буду делать не как обычно. Все делают, обжаривают все и так далее. Вот, а буду делать так, чтобы их можно было кушать Виктории, которая сейчас на диете и которая не ест сейчас ни жареного, ни жирного и так далее. В общем, к этим грибам мы вернемся попозже. А начнем мы с вот этих. Мариновать. Для начала я их порежу в кастрюльку, потому что целенькими они крупноваты. Поэтому где-то пополам я их точно порежу все. Значит, я все подготовила уже. Сейчас буду вам показывать сам рецепт. Грибы уже порезаны. Они не очень белые, потому что после покупки пару дней постояли в холодильнике. Соответственно, как все знают, шампиньоны начинают темнеть. Значит, здесь у меня примерно около 2 килограмм, ну, кило 700, где-то так. Но неважно, рецепт идет не на количество грибов, а на литр воды. А вы уже смотрите, либо литр от количества грибов, сколько вам заливать. Вот на вот это количество я заливаю литр воды и рецепт на литр воды. Вот литр воды. Я думаю, будет достаточно, так как грибы увариваются и маринада оказывается достаточно. Вот, дальше. 2 третьих стакана уксуса. Вот, я уже приготовила. Заливаю сюда же. Дальше. 4 столовые ложки сахара. Вот. Прямо здесь, сюда. Дальше. 4 чайные ложки соли. Вот, высыпаем. Дальше. Вот здесь на блюдце я подготовила 3 штучки лаврового листа, 6 штук перца горошка. Я взяла вот этот цветной перец, но вообще по рецепту черный. Ну, так тоже можно. Дальше идет 3 штучки гвоздики. Вот они. Целые которые. И пол чайной ложки кислоты лимонной. Все это сюда же. Я поставила кастрюльку на огонь. Сейчас все это перемешаем. Вот так вот. И накрываем крышкой. И ждем пока грибы еще пустят сок. Я думаю, что достаточно будет воды. Когда маринад закипит, уже грибы уменьшатся. Вот. Должны покипеть они в маринаде минут 20-25. А я сейчас начинаю заниматься фаршированными грибочками. Как видите, грибы уменьшились. И воды оказалось достаточно одного литра. Главное, важно, чтобы они были все покрыты маринадом. То есть, это еще не закипели. Они еще уменьшатся. И будет воды достаточно. Все закипает. Я уже говорила. 25 минут. И я грибы выключаю до полного остывания. После полного остывания их уже можно кушать. Даже не консервировать и не закрывать в банке. Так. Приступаем к фаршировке грибов. Первое, с чего мы начинаем, это отделяем ножки от шляпок отдельно. Это легко делается. Именно так фарширую я первый раз вместе с вами. Поэтому будем вместе смотреть, что с этого получится. И дальше нарезаем ножки. Убираем вот эти вот штучки, которые вокруг ножки. И нарезаем меленько. Продолжение следует. так вот грибы нарезала вот здесь и теперь примерно столько же нарезаю меленько филе куриное приступаем дальше филе уже здесь мелко нарезано грибочки тоже дальше мы это подсаливаем немножко вот так вот либо и вот эти вот предварительно я буквально на чуть-чуть смочу их соевым соусом так и дальше вообще как правило такие грибы маринуются уже обжаренным вот этим филе кай и грибочками но в моем случае так как я готовлю для того чтобы века моя дочь могла есть она на диете то есть естественно я не обжариваю а делаю в сыром виде поэтому сыром сверху я буду заправлять похоже то есть им придется чуть дольше тушиться чем обычно дальше я добавляю сюда буквально чайную ложечку с этих сливок сметаны или сметаны можно и сливок вот чтобы они были более вкуснее и менее сухими все фарш так называемый готов сейчас я подготовила уже противень для запекания и начинаем фаршировать грибочки наталкиваю их плотненько прямо с горочкой потому что они сейчас немножечко притушатся уменьшится в размере соответственно поэтому делаю их плотно и с горочкой вот так же нужно противень смазать подсолнечным маслом но я этого не делаю потому что для вики запрещены какие-либо подсолнечное масло или вообще что связано с жиром как видите начиночки хватило как раз на все немножечко по раскладываю готова отправляем грибочки в духовочку запекаться и тем временем натираем сырочек на терочку чтобы потом сверху но это я вам уже покажу отправляем грибочки в духовочку на сто восемьдесят градусов минут на 15 так а здесь у меня уже докипают еще пять минут и я выключаю грибы которые мариную видите полностью они маринаде полностью поэтому много воды не нужно и пугаться что грибов много маринада мало не нужно потому что они уменьшаются в три раза то есть четыре соответственно получается потом много жидкости это не к чему так же запеклись наши грибочки вон как сок пустили прекрасненько сейчас мы уже делаем посыпание сыром мертвым посыпание да посыпаем сыром я крупно конечно натерла но ничего все равно будет хорошо так вот щедренько чем щедренько чем щедрее тем вкуснее как правило и еще на минут десять уже в сыре вот так вот готова отправляем еще минут на десять вот и все вот такие вот получились грибочки запеченные и вот такие вот маринованные они сейчас постоят остынут полностью и их уже можно кушать немножко потемнела водичка но это нормально для шампиньонов они очень вкусные я слила немножко даже отсюда во маринада так а сейчас хочу разрезать один грибочек и мы с вами посмотрим что там внутри очень сочный аж сок вот такие получились вот такие сейчас попробуем и посмотрим что на вкус сейчас вместе с вами пробую ребята это очень вкусно просто бам без на на этом все видео заканчивается если вам нравится понравилось формат такого видео ставьте лайки пишите в комментариях и тогда я может быть буду снимать какие-то рецепты вот таком формате отдельно вот поэтому пишите жду ваших комментариев все не забывайте ставить лайки а также подписываться кто еще не подписался и жать на колокольчик тоже не забываем чтобы не пропустить наши видео на этом все всех люблю всех целую пока пока